Вчера вся страна праздновала День российского студенчества. Поздравить молодежь с праздником, обсудить насущные проблемы и посетить студенческое общежитие приехала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Размер оплаты за место в студенческом общежитии обсуждается постоянно. Еще в прошлую сессию депутаты Госдумы задумались, как защитить студентов и их родителей от необоснованного повышения платы. С 1 сентября этого года закон, устанавливающий максимальный размер платы за место в студенческих общежитиях вступил в силу. Сейчас формируется оплата следующим образом. Это номинал соцнайм, конкретно за квадратный метр, умноженный на количество квадратных метров, как правило, на 6, и плюс жилищно-коммунальные услуги. Соответственно, вот такая оплата, которая формируется объективно, прозрачно. И, естественно, самое главное, что еще и счетчики должны быть устроены в общежитиях, поэтому все должны понимать, что студенты платят ровно за то, за что должны платить, больше ни за что. Ну, понятно, что у нас бесплатного света, электроэнергии не бывает, поэтому каждый за это платит. Общежитие должно быть таким, чтобы студент мог себя в нем чувствовать как дома. К признанию самих студентов, это общаги, как в популярном молодежном сериале. Таких в России пока единицы. Однако и сейчас есть вузы, студенты которых гордятся своими общежитиями. Сегодня мы говорили о том, что уже было сделано. Это все-таки рабочая группа, которая существовала для того, чтобы урегулировать проблемы, которые у нас все-таки в различных общежитиях, государственных вузах иногда бывают. Поэтому это в том числе и оплата, это комфорт, быт и прочее. Вот те вопросы, с которыми сталкиваются студенты. Второе, это, конечно, мы вспомнили проект «Единая Россия 500 бассейнов». Мы уже поставили в очередь совместными усилиями в ЧГУ «Бассейн». По плану должен быть возведен в 2016 году. Алена Аршинова заметила, что даже в сложных экономических условиях программы улучшения условий жизни в студенческих общежитиях будут прорабатываться. И, возможно, удастся найти средства на реконструкцию и строительство общежитий. Продолжение следует...